Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим то, что становится сейчас в фокусе внимания последние несколько недель, это новая волна коронавируса, как она проходит, что сейчас происходит, как это влияет на рынок. И также обсудим рынок нефти, я расскажу про позицию, которую я закрыл спустя год на своем инвестиционном счете, почему я это сделал и что я вместо этого приобрел. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Сейчас набирает обороты вторая волна, третья, уже третья волна коронавируса, я не знаю, когда мы перестанем их считать, но тем не менее, сейчас ряд стран переходит в режим локдауна, в том числе в Европе. Мы видим подобное ужесточение и в других странах, что собственно вызывает опасения, в том числе и на фондовом рынке, о том, что да, вакцинация идет, она не идет не так быстро, как запланировалось и надо бы ускориться. А собственно сейчас, если посмотреть на этот чарт, который мы достаточно давно уже вместе не смотрели, то с февраля вновь опять пришел мировой приток, там в районе, динамика была там 300-400 тысяч заражений в день. Сейчас уже прирост там в районе 500-450-500. Собственно, да, мы видим то, что вновь пошел вот этот прирост и связано это с новым появлением штамма коронавируса и в том, что ограничительные меры были сняты, но бизнес-то страдает. Да, мы с вами понимаем то, что опять если будут закрываться там туристические отрасли, опять будут закрываться отрасль гостеприимства, то собственно это также плачевно скажется уже на экономиках. Все в принципе это понимают, поэтому стараются как можно быстрее как раз проводить вакцинацию для того, чтобы поворотить, да, вот тот негатив, который сейчас есть с коронавирусом. В том числе сейчас в Европе, да, идут подобные ужесточения, сейчас уже дополнительные ограничительные меры введены во Франции, в Польше, в Украине, в том числе, например, в Эстонии, да, откуда я сейчас как раз и введу нашу трансляцию. Собственно, этот момент, он крайне важен. Сейчас если посмотреть опять же на общую вакцинацию, да, здесь приведен график процентного отношения именно вакцинации на 100 человек населения, то мы видим, что в лидерах пока на текущий момент это Великобритания, да, вакцинация там идет крайне активно. Это Эстония, да, но население здесь не такое большое, да, поэтому сделать это чуть проще. Дальше Дания, Австрия, Швейцария, Ирландия, Испания и так далее. То есть мы видим, что этот процесс идет, да, он запущен, но как опять же заявляют и Еврокомиссии о том, что из-за различных перебоев с поставками, из различных побочных эффектов, которые были найдены там в разных вакцинах, то те темпы, они фактически остаются там на 60-70% от того, что было запланировано, да, то есть что, что сделать до лета. Но уже дополнительные заказы, они есть, да, то есть сейчас у нас действуют три ключевых вакцины, которые заказывают в Европе и пока мы движемся в этом направлении. С точки зрения той ситуации, которая сейчас происходит на фондовом рынке, мы видим, что если посмотреть, ну начать как раз с индексов, да, и посмотреть, например, на тот же самый DAX, да, мы видим последние несколько дней коррекции, но не видим какой-то супер коррекции, да, что там рынок сильно упал. Кстати, вчера был год с момента того, как рынок начал расти после мартовского падения, об этом мы подробно поговорили, обсудили как раз, что произошло за год на подкасте 2трейдера, ссылка на него тоже будет в описании. Если посмотреть другие индексы, например, NASDAQ, NASDAQ сейчас восстанавливается, да, то есть у тех минимумов, которые были в начале марта, собственно, до локальных максимумов еще достаточно далеко, но в этом плане остается перспектива как раз в высокотехнологичном секторе на текущий момент. Ну и Dow Jones, да, Dow Jones вот сейчас больше коррекции как раз подвергся, потому что в эти дни, да, то есть в эти моменты реальный сектор начинает страдать гораздо сильнее, да, и нефтяная промышленность, да, и в целом производство, так как вводятся определенные ограничения, да, люди потребляют меньше, да, и, собственно, поэтому видим такую коррекцию именно по индексу Dow Jones, но в то же время индекс NASDAQ сейчас выходит вперед, да, вот в этом как раз противостоянии. Если посмотреть в целом по рынкам, то, опять же, тенденция на укрепление американского доллара у нас на текущий момент сохраняется, евро обновляет минимальные значения марта, что, собственно, нас, ну, на текущий момент, да, опять же, подтверждает сохранение нисходящей информации, поэтому здесь с точки зрения поиска идей, опять же, разумно искать продажи. А британская валюта смогла вчера и сегодня вот это падение продолжается, то есть переписать, опять же, минимальные значения, которые были сформированы в марте, что также может стать первой предпосылкой на смену как раз тренда с восходящего на нисходящий. Что-то подобное мы видели как раз в сентябре, да, в сентябре прошлого года была коррекция, да, мы дошли до, там, новых локальных минимумов за несколько месяцев, но затем тренд развернулся, мы продолжили рост. Вполне верно, что это тоже здесь может произойти, и эта коррекция будет временной, но это тоже важно держать в фокусе внимания, и на текущий момент сделки на продажу здесь они сейчас тоже будут более актуальны, на мой взгляд. А пара американский доллар, канадский доллар пока формацию не сломала, пока мы здесь видим тот рост, который происходит, и можем считать его коррекцией. Если пара американский доллар, канадский доллар также уходит выше максимумов начала марта, то в этом случае мы можем как раз увидеть и смену как раз данного тренда, и уже тогда готовится непосредственно к покупке. Пока здесь продажи могут иметь силу, но здесь я бы риск на эти позиции бы несколько уменьшал, пока тренд не будет устойчив, да, это тоже важно понимать. Доллар иена продолжают корректироваться, все еще не самый оптимальный уровень для того, чтобы входить в данную позицию, да, в данный инструмент, поэтому ждем, ну, по крайней мере, я для себя жду коррекцию, там, в область 108, 108, да, 107, 90, откуда уже будет более интересно как раз в эту валютную пару перезайти. Австралиец торгуется сейчас по минимальным значениям, которые мы видели в начале февраля, опять же, это область поддержки, о которой я говорил. Если мы уходим ниже данного уровня, то есть отметка, там, 75-80, то тогда, опять же, нисходящее движение в область уже 73, вполне мы можем увидеть. Поэтому здесь тоже нужно быть к этому готовым. Сходя с другой стороны, если будут как раз сигналы на покупку, да, вблизи данного уровня, пока мы не уйдем ниже локальных минимумов, то вполне вероятно, что еще раз я попробую здесь в покупке войти. То есть точно так же, как я это делал в начале февраля. А вот Новозеландия здесь показывает чуть более худшую динамику. Здесь вчера мы увидели серьезное падение ниже отметки 70-90, что фактически здесь уже нас переводит в фазу нисходящее движение. Цели по данному снижению, ближайшие это 69-29, следующая цель 68. Вполне вероятно, что туда мы можем прийти, но, опять же, заходить на продажу здесь я бы стал, опять же, после коррекции. Ну, вот опять же, вопросом, которые были с точки зрения стоп-лосса, да, то есть почему их важно ставить. Опять же, здесь я пробовал покупать 19 марта, да, я открывал здесь позицию в рост и у меня сработал стоп-лосс. Да, сначала могло показаться, что немного цена переписала данный минимум, затем немного отросла, но, как мы видим сейчас, это падение было бы, ну, гораздо принесло мне больше бы урон моему счету, если бы я здесь просто держал позицию и нужно в таких ситуациях выходить, да. То есть здесь стоп-лосс, опять же, да и все стоп-лоссы, которые могли сработать, они просто ограничивали мой счет от больших убытков, да, то есть здесь это тоже важно понимать. Золото сейчас торгуется в таком небольшом боковике, в целом тенденция у нас тоже сохраняется нисходящая. Пока здесь продажи не планируют, так как у нас вот здесь все-таки такой боковик, и мы видим, что отметка 1724 доллара за тройскую унцию пока держится, и я думаю, что здесь может еще быть одна волна роста, могут начать перекладываться в золото, и вот после как раз новой волны роста здесь я буду искать опять продажи, поэтому здесь пока остаюсь вне рынка. По индексу DAX, индекс DAX у нас, ну, динамика не самая активная, мы видим, что в целом у нас движение сохранится нисходящее, опять же, не самые лучшие уровни для того, чтобы покупать, если эта коррекция будет более затяжной, там в область 14 тысяч или ниже, то тогда имеет смысл будет перезаходить, когда у нас будет уже позитив поступать на фондовый рынок. По S&P 500, S&P 500 корректировался, да, корректировался от локальных максимумов, которые мы видели на этой неделе, дошли до области поддержки, и отсюда у нас сейчас возобновляется рост. То есть здесь я для себя вчера поставил отложенный ордер, то есть мы вчера и позавчера, да, то есть 22 марта смогли закрепиться выше максимума, которые были у нас 19 марта, соответственно, я поставил для себя отложенный ордер по комфортной для входа для меня цене, соотношение установки стоп-лосса, и сделка сработала вчера вечером, то есть, собственно, сейчас вот эта позиция становится активна, пока у меня стоп-лосс находится за минимум все еще 19 марта, я его перенесу после перехая как раз уровней, которые были в понедельник и во вторник. И когда это произойдет, соответственно, я поставлю стоп-лосс уже на минимум 23 марта, и буду таким образом также контролировать позицию. Это вот к вопросу к тому, как действовать, то есть нужно войти, да, то есть выбрать стоп-лосс при входе и, конечно же, потом тоже сопровождать позицию. Ну и вот мы плавно подошли к рынку нефти, нефть у нас продолжает снижаться, вчера мы видели еще одну волну снижения, сейчас торгуемся по 62, и фактически мы видим то, что та формация, которая у нас была сформировалась, да, с ноября, сейчас она сломлена, и у нас может случиться коррекция. Конечно, не обязательно, что мы придем там в диапазон 35 или 40, но тем не менее коррекция сейчас по рынку нефти у нас происходит. И в этой связи я бы хотел тоже рассказать и пройтись по как раз моему инвестиционному счету, как я обещал, то есть делать именно такие, включать в наши выпуски в тот момент, когда на этом счете что-то происходит, то есть я не так часто покупаю позиции, обычно это раз в месяц, и здесь как раз вот я в этой связи тоже хотел пройтись. Вчера я фактически закрыл первую позицию, то есть я открывал счет год назад, как раз в марте, начал подбирать акции, начал с дивидендных аристократов, потому что они были на минимумах, они были неплохо, выгодили по мультипликаторам и давали хорошую дивидендную доходность. В сравнении с хай-теком, который быстро стал восстанавливаться, данные акции мне казались интересными, и я покупал ExxonMobil, я покупал People's United Financial, чуть позже там Archer, Daniels Midland, то есть такие компании из, скажем так, реального производства, ну или из нефтяной сферы, то есть не хай-тек, скажем так. И, собственно, после тех движений, которые сейчас происходят по нефти, я решил эти позиции также зафиксировать. Собственно, вчера закрыл позицию по ExxonMobil, да, вот сейчас я хочу показать, то есть это дневной таймфрейм, то есть вот я покупал, ну плюс-минус, да, вот год назад, то есть как раз там в конце марта, да, у нас был неплохой всплеск в июне, да, можно было зафиксироваться, я фактически зафиксировался по тем же позициям, которые были в июне, но когда цена стала уходить ниже, мы получили новую волну как раз снижения, понятно, что здесь я просто эту позицию держал, получал дивиденды, они тогда были там районе 7-8%, что тоже довольно-таки неплохо, и компания продолжала их платить. Ну и, собственно, вышел вчера. Если посмотреть по результатам, да, то есть по результатам данного, данных операций, которые были, ну, которые были именно год, то по истории, то здесь 63% был именно доходность с покупки до продажи, заходил 3370, продал по 5518, плюс также в течение всего года я получал дивиденды, что я думаю, что в районе 70% доходности с учетом дивидендов здесь я как раз по этой акции увидел. И для себя, что я решил сделать, я решил несколько акций докупить, да, то есть так как появились свободные деньги еще до моего внесения, которые были в начале апреля, я докупил еще раз компанию Alteryx, Alteryx, да, то здесь я делал уже несколько покупок, но она все еще проседает, и, собственно, неплохие уровни, как мне видится, да, для того, чтобы в эту компанию зайти. То есть мы как раз находимся в области поддержки, которые были, там, в 20-м году, у компании хорошие перспективы, но давайте посмотрим на, как раз, в сравнении, да, то есть вот ExxonMobil, да, то есть немножко фундаментальных вещей. То есть, во-первых, да, мы видим хорошую доходность, мы видим Forward PE, довольно-таки неплохой, но мы видим, что компания несет убытки, если посмотреть, там, динамику, которая была по выручке, то мы видим, что она снижается год к году, и фактически те уровни, которые были в 18-м году, ExxonMobil, ну, он сейчас не показывает, мы видим, что, там, доходность снижается, profit margin, да, в принципе, gross margin, там, в районе 30-ти, то есть компания, которую я брал с перспективой год, ну, два, я, да, готов был ее поддержать, но в целом, то есть это не длинный тренд, нефть, это сейчас, как бы, то, что было в тренде, там, 50 лет назад, да, вот тогда это началось, сейчас это уже, конечно, затухает, и планировать, ну, такие компании с ориентиром, там, на 20-30 лет, здесь я, конечно, для себя не буду. Если посмотреть тот же самый Ultrix, то здесь тренд, да, на графике сейчас мы видим нисходящий, потому что компания более подвержена, как раз, текущим событиям, но gross margin 91%, EPS ожидаемый 2000%, да, может составить продажи, растут на 50% последние 5 лет, то есть компания, да, сейчас убыточна, пока, да, точнее, продаж, там, на 5 миллионов, на 500 миллионов, стоит она 5,6 миллиардов, то есть price to sales у нас 11, форвард пи, конечно, колоссальный, но это для всех компаний роста, оно так и может быть, и, собственно, это вот другая сторона, да, то есть компания сейчас не платит дивиденды, но это именно история роста, и плюс я докупил для себя еще, еще одну компанию купил, это компания Fastly, компания, которая также работает в сфере интернета, да, и, ну, собственно, вот она себя позиционирует, как компания для разработчиков, которые помогают улучшать и скорость сайтов, и их защиту, и приводить как раз новое решение. Опять же, компания с коррекцией, я не хочу покупать компанию, там, по максимальной цене, я, по крайней мере, да, если компания, там, дорогие по мультипликаторам, да, то я, по крайней мере, хочу увидеть коррекцию, да, и здесь коррекция была тоже довольно-таки неплохой, там, с отметок 40, то есть практически на 50% мы скорректировались, поэтому апсайт здесь довольно-таки хороший. Опять же, компания хорошо выглядит по gross margin, по росту продаж, да, то есть по предполагаемым, по продажам, которые растут по квартально, у компании нет практически долгов, это тоже важно, чтобы компания могла развиваться, там, за счет привлеченных средств, или за счет собственных средств, и вот двигаюсь как раз в этом направлении. Ну, плюс там докупил несколько компаний, которые были, это CRISPR, и, в принципе, все, еще, может быть, потом докуплю тоже Checkpoint, вот сейчас остались еще свободные средства, ну, как раз вот ищу компаний, которые докуплю уже непосредственно в апреле, но об этом я расскажу уже в следующих выпусках. На сегодня это все, всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк, если вам понравился выпуск, вопросы оставляйте в комментариях, ну, а мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как завершается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.